Сегодня вступил в должность новый глава Бердска Евгений Шестернин. Торжественная церемония прошла в Бердском городском Доме культуры. Участие в ней принимал губернатор Владимир Городецкий, представители органов власти, трудовых коллективов и общественности. Новый глава Бердска произнес текст присяге. Сколько платить за коммуналку в 2016 году? Сегодня в Новосибирске прошел брифинг, посвященный установлению тарифов ЖКХ на следующий год. С 1 июля 2015 года жители Новосибирской области стали больше платить за свет, воду, тепло и газ в среднем на 8%. Также сегодня обсудили ситуацию с правомерностью начисления платежей в секторе ЖКХ. Штормовое предупреждение, усиление ветра, осадков, метели. На дорогах заносы, местами гололедица. Спасатели рекомендуют отказаться от загородных поездок, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не парковать автомобили под старыми ветхими деревьями и плохо укрепленными конструкциями. Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону 0-1 с мобильного 101. А при возникновении чрезвычайной ситуации в Новосибирске нужно звонить по телефону 0-51. 13 тысяч 11-ти классников написали итоговые сочинения. На выбор 5 тем. Самые популярные. Почему любовь не всегда приносит счастье. Какие нравственные ценности укрепляют семью. В данный момент идет проверка работ. Сочинение стало вновь обязательным в 2014 году. Это условие допуска к государственной итоговой аттестации. В некоторых вузах именно результат сочинения может стать решающим при зачислении абитуриента. Расплатились коровами. Сельхозпредприятие Баганского района Новосибирской области вынуждено погасить долг перед банками, техникой и крупным рогатым скотом. Об этом сообщает пресс-служба управления судебных приставов по Новосибирской области. Акционерное общество взяло кредит в двух банках под залог на сумму 37 миллионов рублей. В итоге не смогло рассчитаться с кредиторами. Банки обратились в суд. Приставы арестовали заложенное имущество 1759 голов молодняка, крупного рогатого скота и 6 тракторов Беларусь. Все арестованное имущество продадут, а деньги перейдут в счет оплаты долга. Звездный дождь пролился в Болотнинском районе. Так назвали творческий конкурс среди дошколят. Юные таланты представили танцевальные номера и даже мини-спектакли. Показать себя приехали больше ста участников. И ни один не остался без внимания. Кроме того, благодарственные письма вручили воспитателям, помогавшим готовить номера. В рамках декады инвалидов прошел традиционный фестиваль адаптивного спорта. В нем приняли участие около 200 человек со всех районов области. В программе соревнований шесть видов пауэрлифтинг, дартс, гребля на тренажере и два паралимпийских вида – боче и настольный теннис. Посоревноваться между собой могли инвалиды всех категорий. С нарушением слуха, зрения и интеллекта, с поражением опорно-двигательного аппарата. Самым юным спортсменам было 4 года, а самым старшим – больше 70 лет. Районные медучреждения кровью обеспечены. Доноры молодеют. Средний возраст – 35 лет. Новосибирская область в лидерах по стране по повторному донорству. Меняется и технологическое оснащение. Оно обеспечивает максимальную безопасность. То, что в нашем регионе создана оптимальная по структуре и высокоэффективная система заготовки крови, отметили на Всероссийском форуме. Новосибирский центр крови стал победителем в номинации «Лучшее учреждение службы крови-2015». 8 декабря в театре оперы и балета «Богема». Опера в двух действиях. Это одно из самых лирических творений знаменитого итальянца Джакомо Пучини. Художник Рудольф и его возлюбленная Мими переживают бурный роман, а затем скорбное расставание. Три красавицы в доме актера. Подруги решают изменить судьбу и найти себе спутника в жизни. Эта теплая комедия убеждает каждого в том, что годы не являются помехой для поиска любви и счастья. Шоу «Степ энд бэнд» в концертном зале имени Катца. Артисты в своем выступлении удачно сочетают танцевальное и театральное искусство. Этот вечер они вместе с биг-бэндом Владимира Толкачева посвятят джазу. Кинолента «Супернянь-2» вызовет улыбку и подарит хорошее настроение. Влюбленная парочка Фрэнк и Соня приглашают своих друзей на отдых в Бразилию. Впереди отдых мечты в роскошном отеле. Но с такими друзьями и враги не нужны. Амазонка и ее девственные леса еще никогда не были в такой опасности. Без мат-шоу в кабаре-кафе «Бородячая собака». Эти ребята не используют в своих выступлениях едкие и нецензурные слова. Они шутят иначе, создают миниатюры, музыкальные номера, пародии и стендап-сценки. Чистый юмор с использованием острых речевых оборотов, которые уместны даже в присутствии детей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok